Доброе утро. Давайте начнем с маленьким опозданием сегодня нашу конференцию, поскольку график плотный. Я не буду ждать, как обычно. Вот те, кто есть, это те, кому это интересно. Узнать о том, в чем же ошибался Джозеф Кэмпелл. Ну, и, в общем-то, крупнейшая фабрика иллюзий современного мира – Голливуд, который производит тысячи фильмов в год по шаблону, который был когда-то изобретен. История началась достаточно давно. Я в качестве одного из ключевых точек привожу первую книжку Карла Густава Юнга «Либидо и его метаморфозы», в которой Юнг представил фигуру героя как архетип, существующий из древнейших, незапамятных времен. И впервые вел представление о героическом характере, мифологии. И в этой книге, как известно, которая разделила глубинную психологию, которая явилась причиной того, что Юнг был изгнан из психоаналитического сообщества, Юнг проанализировал фантазии своей пациентки, мисс Миллер, и определил их тесную связь с крестным путем Христа. То есть все главные события, сновидения оказались связанными с крестными муками, Кефсиманским садом распятием и вознесением последующим. И когда эта связь была проявлена, мисс Миллер излечилась от своих напряжений и, ну, то, что называется, психологических проблем. Было введено новое понимание того, что является главной движущей силой. И было показано, что центр притяжения, либидо, Юнг еще использовал психологический термин, лежит не в области секса, хотя это тоже имеет место быть, играет важную роль, но в области духа, в области религии, в области культуры. Поэтому либидо, его метаборфозы и символы, название этой книги. И вообще идея героя достаточно такая важная тема в истории мировой культуры. И не только Юнг, но и другие ренегаты, психоанализ, такие как Тарант, например, в своей книжке «Мифы рождения героя». Он впервые в такой ясной форме ввел этот сюжет. Это, по-моему, 28-й год книга была опубликована. Здесь я привожу картину известную Алекса Грея, художника-визионера «Космический Христос». Мы видим здесь вот уже такой многослойный сюжет, характерный для героя. Как на картинах Ильи Глазунова, там где весь мир пытается впихнуть, так и здесь мы видим на картине Алекса Грея глаза галактики, символ космического взгляда, неограниченного нашим, нашей Вселенной. Мы видим сердце Земля, связь с Землей, и если вот увеличить, там будет опять-таки все сюжеты. Там Янело, там Молекулы, там Мать Тереза, там Далай Лама, там и так далее. Вот Лев Шестов свой любимый писательский жанр называл «странстве по душам». Собственно говоря, вот все творчество Лев Шеста можно и определить как вот такого рода странствия по душам, как путешествия в мире души. И путешествие с безначальных времен является, наверное, архетипом познания нового. Если что-то происходит нового, передача об этом возникает в форме какого-то путешествия. Поэтому путешествие является универсальной формой передачи знания. И существует связь между новизной путешествием. Для того, чтобы что-то узнать, нужно начать путешествовать. Леоносов, архангельский мужик, там путешествовал в Москву. Сдвинулся с места битники в романе Керуака «На дороге» тоже путешествует, потому что для того, чтобы мир вошел в нас, нужно сдвинуться с места. Это является оператором психологическим обновлением и вхождением новизны в наш мир. Путешествие начинается в сказочный мир, если мы посмотрим большинство сюжетов. То есть что-то меняется в таких фильмах, как «Бесконечная история», который один из шедевров жанра фэнтези «Алиса в стране чудес». То есть что-то меняется в привычном мире. И, скажем, в фильме «Бесконечная история», там такая обыгрывается очень интересная вещь, что наш привычный мир, земной мир, в котором мы живем, является проявлением сказочного мира. И если мы теряем контакт с миром глубины, со сказочностью, то и наш мир может исчезнуть. Вся драма «Бесконечная история» происходит как раз вокруг этого. Спасение сказки в нашей жизни. Не дать сказке исчезнуть. Несколько лет назад, как мы помним, компания «Лукасфильм» выпустила обновленную версию «Звездных войн» в прокат. И, несмотря на то, что первые фильмы вышли в 70-е годы, фильм снова имел колоссальный прокатный успех на DVD на Blu-ray. И сам Джордж Лукас связывает успех этого фильма с тем, что в основе построения сюжетности, в основе сценария он использовал работы Джозефа Кэмпела. И весь сюжет основан на знаменитой книге «Герой с тысячей лицами» Джозефа Кэмпела. Это Кэмпел. Я вчера упомянул в водной беседе о том, что, конечно же, и для меня он послужил таким поворотным пунктом. Хотя до этого много лет я занимался, изучал мифологию. Такая знаменитая серия «Черепашка» в издательстве «Наука» выходила в России. И исследований по мифологии и фольклору. И там десятки замечательных книг, в том числе классика Веселовского, «Пропа» выходила. Но в сравнении со всеми этими работами, такими научными работами, историческими работами, работами, в которых описывался Геней Смиф, вот живое слово Кэмпела, его живое понимание мифа для меня было наиболее важным. Кэмпел в каком-то смысле не завершил свои работы после «Герои с тысячей львицами». Было четвертомное исследование маски Бога по мировой мифологии. И его незавершенный труд, вышло пять томов исторического атласа мировой мифологии, большое иллюстрированное издание о том, как мифы живут, развиваются, проявляются, влияют друг на друга, как они сцеплены. И вот такая вот большая вселенная мифа оказалась незавершенной, но как проект она существует, и те, кто желает, могут в этом участвовать. И вот Кэмпел, изучая мировую мифологию, причем я говорил вчера, что изучал мифологию своей жизнью, своим телом, присутствием, живя в этих культовых местах, он в конце концов пришел к идее мономифа, то есть о том, что существует миф, который объединяет все мифологии. Это вот издание Валентонского, зелененькое, «Heroes Thousand Faces», оригинальное, и два русских издания, издательство «София» и издательство «Рэлф Бук». Немножко разный перевод «Герой с тысячелицами» и «Тысячеликий герой». Ну и сам Кэмпелл вот в таком вот, как «Три лица шивы», как «Смотрящий в прошлое, будущее, настоящее». Ну и, конечно же, мы все хорошо знаем, и по многочисленным фильмам, книгам, что такое «Герой». Привел символ героя Советского Союза, да, сериал «Героев» и так далее. И согласно Кэмпеллу, героический миф имеет отношение к нам, потому что, ну, прежде всего, он является своеобразным, во-первых, протосценарием каждой человеческой жизни. Ну, то есть вот основу героического мифа составляют такие узловые пересечения внутреннего движения энергии, которые мы могли бы назвать архетипами. Ситуации, которые повторялись тысячи и тысячи раз в человеческой истории и стали той призмой, с которой мы смотрим на мир, то, что наполняет мир смыслом и значением. И, по сути дела, путешествие героя по Кэмпеллу, оно трехчастное, то есть есть начало, есть середина, есть конец, как в каждой пьесе, как в каждой истории, как в каждой завязке. И начало начинается, конечно же, с рождения, и у героя рождение должно быть чудесным. И во всех мифах мы встречаемся с чудесными указаниями на обстоятельства рождения. Под Масамбхаватом родился и сразу, открыв глаза, проявил признаки просветления. Родился в центре озера из Лотоса, например, великий тибетский ученый, великий тибетский мастер и учитель. И, скажем, в католичестве не только Дева Мария была девой, но и ее мать была девой. То есть вот такое двойное указание на уникальные обстоятельства рождения. И, по сути дела, несколько здесь я привожу различных оформлений. Это вот из книжки, по-моему, Джосифа Кэмпела самого. Это, наверное, из Кристофера Воглера. Кристофер Воглер очень интересный человек, который, следуя дальше вот той линии, которая открылась, написал книжку «Райтерс Джонни. Путешествие писателя», которая стала учебником для голливудских сценаристов. Конечно, до него по образцу Кэмпела писал сценарии своих фильмов Джордж Лукас, Оливер Стоун прошел хорошую школу здесь. Была открыта золотая жила блокбастеров и о том, как они воздействуют. Но оказалось, что вот такое буквальное исследование схематизму Кэмпела не гарантирует никакого успеха. То есть талант в любом случае необходим. Гениальность никто не отменял. Но, тем не менее, вот семинары а-ля «Как написать правильный сценарий» Кристофера Воглера, вы можете в YouTube найти много его выступлений. Он приезжал в прошлом году в Москву, и я даже пошел на третий день его курса, очень дорогого, в Институте Александра Митта, просто для того, чтобы убедиться, что сейчас учат Голливуд. Книжку я знал, читал, но мне было интересно. Ну и оказалось, что они все еще следуют той идее, которую описал Джозеф Кэмпел о мифическом путешествии. И Кэмпел подробно описывает, желающие, я сейчас не буду повторять, различные этапы героического путешествия, главными из которых является чудесное рождение. Потом в детстве он встречает наставников своих, которые дают ему аналогические предметы, проходит обучение. Затем герой слышит зов, ну что-то должно его призвать для того, чтобы он устремился в путешествие. Он следует этому зову, переступает границы известного мира. Здесь ему приходится сталкиваться со стражами порога, побеждать их. И он оказывается в другом мире, в обобщенное название того, что лежит за пределами. В этом другом мире он встречается с различными испытаниями, сражается с чудовищами. На психологическом языке интерпретация сражений с чудовищами – это получение возможности управлять энергиями, контроль своего существования, контроль, до этого были бесконтрольны. То есть энергии, прежде всего, связанные с сильными эмоциями, чаще всего отрицательными эмоциями, такими, как, например, в буддизме знаменитые пятерицы, соответствующие пяти чакрам. Это омрачение, неведение, это гордыня, это страсть или алчность, это ревность, зависть и гнев. И гнев, да, спасибо. То есть вот знаменитая пятерица, которая соответствует пяти центрам, и которая в процессе, скажем, героического путешествия буддиста по пути бодхисаттвы, скажем, по пути следования и накопления различных парамид, обретения способностей, в конце концов, приводит к трансформации этих негативных эмоций в мудрость. Это героическое путешествие. Вот мой пункт размежевания с Кэмплом начался много лет назад, потому что, первоначально будучи очарованной его магией, я... Ну, есть еще замечательные книжки о том, как воплощать эти идеи в формах семинары, я тоже это пытался делать, проводил отдельные занятия и даже большие семинары по путешествию героя. Следуя, там был такой популярный исселенский формат семи-десятидневных семинаров, у меня была книга, которую я изучил. Но постепенно я получал обратную связь от себя, от своей глубины, от семинаристов, от ситуации. И в конце концов я понял, что буквально исследование мономифу и опор на мифологическую схему является недостаточным, по крайней мере. И я, в конце концов, связал первоначальную картографию внутреннего пространства, которое существует уже 50 тысяч лет назад, с тремя уровнями героического путешествия. Как известно, первая картография внутреннего мира восходит к шаманизму 50 тысяч лет назад. Это три мира. Вы помните, Вадим Девичев вчера тоже говорил о трех мирах, которые существуют. Это очень древняя картография. Наверное, основа любой иерархии. Это нижний мир, мир предков, на традиционном языке средний мир, мир земной, тот мир, в котором мы живем, мир людей, другими словами, и все, что с этим связано. И верхний мир, и мир духа. И на сущностном уровне, соответственно, мы могли бы это связать с материальным миром, мир предков, то, что имеет причинно-следственную связь, где место протите самотпада, закона причинно-следственных связей, закона кармы. Мир человеческий, и главный закон в человеческом мире, это, конечно, смысл, более к смыслу, это разумность, сознание, это мир человеческого существования, мир экзистенции, и мир духа, это мир, в котором, возможно, всё мир свободы, мир бесконечности, мир везде сущности, все знания, то есть тех качеств, которые характеризует дух и духовность. И вот оказалось, что Джозеф Кэмпелл описывал по умолчанию только один мир, или один аспект человеческого существования. Мир, связанный как раз с причинно-следственными связями, с историей человечества, с его кармой. И поэтому всё, что описано, верно, но недостаточно. И только выйдя из этого понимания, мы можем понять смысл мифического путешествия, который стоит в том, чтобы выйти из причинно-следственных связей, освободиться от мира мифа. И герой, тот, кто возвращается после всех побед снова на свою родину, это тот, кто обретает лицо. То есть смысл тем самым описанного Кэмпелл мифического, я его уже на его путешествии, это в том, чтобы обрести своё лицо, быть узнаваемым, в результате всех этих подпиков и заслуг. Но кроме мира мифического существует мир экзистенциальный. И характеристики экзистенциального мира, экзистенциального существования имеют совершенно другую размерность, не мифическую, не мифологическую. И экзистенциальная ситуация прежде всего состоит в том, что я осознаю себя разделённым, то есть существует мир, и существую я, и я конечен в этом мире. И моя конечность, она определяется тем, что существует смерть. И именно признание смерти становится тем, что способствует моей конкретности и моей осознанности. То есть знание моей конечности, знание моей смертности. Но одновременно с осознаванием моей смертности, а люди стали осознавать смертность, между прочим, порядка тоже 50 тысяч лет назад. В своё время я 5 лет заведовал гуманитарным отделом журнала «Природа» и публиковал много научно-популярных статей на тему истории человечества, антропологии. И я помню замечательную статью, которую я публиковал о древнейших погребениях одного исследователя, сейчас не помню его фамилию, где было проанализировано все существующие на то время, в 80-е годы, в середине 80-х годов, погребений человеческих, там самые древнейшие. И оказалось, что примерно в то время, которое связывает с началом шаманизма 50 тысяч лет назад, началом пещерной живописи, первой пещерной рисунки, появились древнейшие погребения. То есть до этого времени люди не заботились о своих усопших, после этого времени, зная о смерти, они стали заботиться, располагать в определенном порядке, систематизировать, класть предметы и так далее. Появились наставления, представления о дальнейшем путешествии. То есть каким-то образом все оказалось взаимосвязанным. Шаманизм, первое искусство, пещерная запись, визионерский опыт, понимание о трехчастной структуре мира, древнейшие погребения и то, что, наверное, мы могли бы назвать сознанием в знакомом нам понимании. То есть одновременно знание о смерти дает нам знание о вечной жизни. Потому что как только появляется идея конечности, сразу появляется идея о бесконечности. Одно без другого не существует. Вот, наверное, в каком смысле Дон Хуан говорил о том, что смерть советчики, она всегда рядом. То есть это дает нам одновременно представление о том бесконечном, что существует. Не только бесконечной мире, бесконечной вселенной, но и бесконечном духовном существе, которое мы называем там создателем этого мира, Богом, Творцом, Духом и так далее. И вот радикальный поворот дальнейший произошел, ну, согласно Карлу Ясфорсу, Кену Вильбрутом, в некое осевое время, когда почти одновременно в разных местах Земли возникло представление о том, что не только внешнее духовное существо обладает этими бесконечными характеристиками, но и человек сам. Я сам тоже могу достичь этого. Ну, и это закономерно, наверное. Как только есть представление о моей конечности, есть представление о неком совершенстве, бесконечности, одновременно сразу же в этом пространстве естественным образом появляется идея о движении бесконечности, о развитии, об эволюции. И она составляет, наверное, содержание и суть того, что мы называем великими мировыми религиями. И, по сути дела, истины или откровения великих религий звучат примерно одинаково. Они связаны всегда с эволюцией, с достижением того, что считается высшими характеристиками в этих культурах, в этом языке, в этих представлениях. Это может быть нирваны, это может быть освобождение, это может быть царство небесное, природа Будды и так далее. И, собственно говоря, формулировка, скажем, на языке индуизма «таттвамаси ты и сто» это и есть величайшее открытие. Я, человек, обладаю той же самой бесконечностью, которой обладает дух. И, соответственно, возникает задача реализации этой бесконечности, которая является содержанием этого пути. Более подробно в книжке, которая скоро публикует как раз вот о интегральном буддизме, в книжном виде или в электронном виде? В электронном виде книжечка будет скоро изна. И там вот как раз вот эти вещи и конкретно пять ступеней понимания того, что такое эволюция. Движение эволюции различных, пять уровней в интегральном подходе, они очень глубокие, очень интересные. Поэтому экзистенциальное измерение нередуцируемо к мифическому. Оно имеет особые характеристики. Это первое. Второе. Оно существует задолго до того, как в истории человечества возникло представление об экзистенциализме, как неком литературно-философском учении, связанном с именами Сёрина Киркегора, датского мыслителя, Достоевского, ну и всей последующей философии от Ницше до современных экзистенциалистов. Очень популярная экзистенциальная психотерапия существует. Но человеческая ситуация фундаментальная, она связана с делением мира на я и не я, с пониманием моей бесконечности и с движением к совершенству. И она фундаментальна. И ей много-много тысяч лет. Наверное, именно поэтому Арни Минделл в книжке «Тело шамана» говорит о том, что в каждом из нас живёт архетип шаманизма, как архетип решателя проблем или решателя ситуации. Ну и, соответственно, существует мир духов, то есть третье измерение, измерение свободы, к которому мы устремлены, я его уже обозначил. И, соответственно, существует не только экзистенциальная ситуация, одним из, наверное, ключевых смыслов, который является воссобрание себя, то есть становление целым, становление полным человеком. То, что в Древней Греции, например, называлось словом «акме», зрелость человека, возникающая в результате практики заботы о душе. И для меня, например, одной из, это немножко неожиданно, но вот одной из прекрасных карт экзистенциального путешествия является карта, которая сделана Карлом Густавом Юнгом путь индивидуации. То есть достижение, становление целостной личностью, которая блестяще проиллюстрирована во второй части романа Германа Гесса «Степной волк», «Магический театр сознания». То есть это вот путешествие в мир собственной души, это исцеление, прохождение испытаний, это вот является прекрасной картой экзистенциального путешествия, точно так же, как карты, которые можно найти в романах Достоевского, например, или в философских трактатах Камео или Сартра или Шестова, Бердяева. То есть это вот корпус литературы, который описывает, является референтом для карт экзистенциального путешествия, и они не сводятся к мифическому путешествию, и не могут быть втиснуты прокрустого лода Джосифа Кэмпела, точно так же, как мифическое путешествие не может быть редуцировано, сведено или представлено в экзистенциальном путешествии. Это три изначальных мира, в которых мы живем, они не сводимы друг с другом, и они связаны с самим устройством жизни и с фундаментальными характеристиками того, что мы называем человеческой ситуацией. Здесь я представил вкратце три картинки, кадры с фильма «Геркулес», мог быть любой фильм, где описываются некие мифические вещи. Затем сцена нечто вроде магического театра сознания, и внизу героя фильма «Матрица», в котором, кстати, нарушены каноны Голливуда, и в котором мы можем найти все три героических путешествия со всеми этими сценариями. То есть там есть мифический слой, там есть специальный слой, и там есть духовное или транспарсональное путешествие, любое слово, которое вам удобно, используйте путешествие в мир Духа. И для мира Духов у нас существуют свои особые смыслы и свои особые задачи, потому что это смыслом духовного путешествия является выход из всех ограничений этого мира, обретение свободы, не просто становление целым, как в экземплярном мире, но и обретение смысла человеческой жизни, но выход за пределы покидания матрицы. И референтом для понимания и описания карп духовных путешествий являются, во-первых, тексты духовных традиций, такие, как, например, Абхидхарма, такие, как, например, Коринай Тандрадзокчен, звук, который создал все, Драктор Джун, где описывается сама антология того, как возникает мир на кухне бытия, как каждый миг, согласно Абхидхарме, прохождя 17 уровней, из пустоты возникает то, что мы называем нашим миром, и на каком-то уровне возникает вот размежевание, деление на наблюдателя и наблюдаемое, хотя в едином пространстве того, что могли бы назвать переживание, присутствует и то, и то, и наблюдатель, и наблюдаемое, и общая картина. Это очень похоже на то, что говорил вчера Вадим Демчок о театральном мистерии. Корни одни и те же. Вот здесь картинка из шаманизма, в буддизме это тело, речь и ум. Мы могли бы поставить вот эту трехчастную карту героического путешествия в более широкий контекст и сказать, что существуют повседневные путешествия, то есть мир ролей, наша обычная жизнь, обычная суета. И затем начинается то, что можно было бы назвать по Кэмплу героическими путешествиями. Это уже психологическая интерпретация. То есть когда мы начинаем путешествовать внутрь себя, во внутреннем мире, первый мир, который нам открывается, это мир мифически сказочный. И, наверное, каждый из вас встречался в своей жизни, когда все вокруг вдруг становилось необычным и сказочным пространством нашей жизни. Это есть как раз наступление, это начало мифического путешествия. Я не буду сейчас вот разбирать все эти вещи, у нас нет до этого времени. Просто упомяну, что вот Кэмпл в 49-м году, а Владимир Якович Проп 31 функцию сказки, это 28-й год. Приятно. Это Кристофер Воглер, который 17 уровней путешествия героя свел вот к 12, упростил, и 7 главных сюжетов вот такой для Голливуда. И очень похожие вещи другие, других гуру, работающих в Голливуде. Сейчас у нас нет времени все это обзирать. Я вкратце сказал обо всем и на этом закончил. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok